итак всем доброе утро мы находимся на сигнальном проезде на улице до сих пор холодно сегодня я иду в помещение к ребятам ребята занимаются тем что собирают ненужную одежду и реализуют ее раздают либо в детские дома либо в дома престарелых либо в секонд-хенда дают либо отдают и переработка очень интересная нас история с ней получается так что посмотрим вот смотрите пожалуйста все это вещи которые могли бы просто выбросить это вещи 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 которые могли выбросить а теперь их раздадут нужным людям работают так здесь вот как раз здравствуйте доброго утра девчонки это вот принцессы золушки которые сегодня у нас дамские пальчики специально для девчонок который помогает нам делать доброе дело посмотрим теперь пальчики должны сказать тоже свежие и вкусные все лучшее для вас девчонки только только помогайте вот то что мы пока разобрали по коробкам футболки 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 здесь в мешках тут уже и установ форма игровая так что вот так вот все это перебрать надо расформировать по спискам к и отправить команды в регионы футболистам инвалидом разных категорий как это пожелайте нам удачи вот так вот девчонки работает как автомат это экипировка динамо которая пойдет для нужды команды дворей а барас юль подожди а это юля ну подожди и скажи что нибудь с чем это занимает мы занимаемся сортировкой уже несколько недель юль ну честно надоел те уже футболисты все высказать сама лично да я тебе за это дам так возможно так что итак доброе утро мы опять в офисе фонда 2 дыхания ударными темпами пытаемся собрать экипировку в регионы все динамо немножко прохладно ну вот именно так если думать что благотворительность это только светские рауты аукционы встречи за зваными ужинами большие деньги то нет основная часть благотворительных проектов проходит именно в таких вот местах таких вот помещениях и за счет энтузиастов волонтеров и неравнодушных людей а остальное это все красота и порядок здравствуйте так что занимайтесь благотворить привет помните я вам рассказывал о том что мы сотрудничаем с фондом 2 дыхания который занимается реализацией повторно вещей и вот сегодня меня привезли посмотрим и ко мне домой о боже надеюсь меня жена не выгонит из дома это вот все бывшая экипировка динамо клуба московского динамо передают ее нам спортсменам инвалидам так что видите сколько тут всего получилось почти два месяца мы каждый день я почти ездил в фонд на их склад сигнальный проезд мы там перебирали вещи распасовывали их кому куда какие размеры пытались подобрать вот что из этого получилось так что скоро сделаем большое видео обзорное как это все происходило но не знаю как это теперь разместить надо развозить и тут ампутанты и тотально слепые и девчонкам тоже слепыми экипировка в общем вот так пока кто-то тренируется кто-то должен работать на благо развития спорта инвалидов всем хорошего дня всем доброе утро всем привет мы сегодня в равенском погода видите совсем не летная со мной футбольная да со мной Иван Потехин бывшего наверное нет капитан сборной России по футболу экс-капитан сборной России по футболу лид заболеваниям цилибральным параличом сейчас Иван занимается развитием футбола в паралимпийском комитете паралимпийского футбола что мы тут делаем скажи мы ребятам решили помочь с тренировочной экипировкой и благодаря фонду равные возможности стало реальным передать спортивную экипировку к динамо которая надеюсь будет способствовать достижению результата в дальнейшем да а теперь мы посмотрим как чиновники из паралимпийского комитета таскают мешки давай работать курьер подъехал так что среди чиновников тоже есть люди такие же простые как и мы с вами вот так идем я беру чумировку для сборной команды России я вам помогаю экипировку экипировку наконец ребята поиграют в профессиональной спортивной форме а не то что им придется а 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